Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Диего Силоэя был испанским архитектором эпохи Возрождения и скульптором, родоначальником Гранатской школы искусства. Большую часть своих работ он разработал в Андалусии, я цитирую Википедию. Родился около 1495 года. Силоэя, скорее всего, был сыном испано-фоманского готического скульптора Сжиля де Силоэя. Первую часть своей творческой карьеры он провел на родине, где работал в основном скульптором. Работа де Силоэя сочетает стиль итальянского Возрождения, который он изучил во время визита в Ниаполь около 1517 года. С влиянием испанской готики и арабской архитектуры Испании. Позолочена лестница Бургарского собора, 1519 год. Его самая важная работа того периода. Его пропорциональное круглое и воздушное сооружение с скульптурами Херувьевым, гербами и растительным орнаментом занимает всю стену собора. С 1528 года до конца своей жизни Силоэя работал в Гранале, прежде всего, как архитектор. Его приезд в горы знаменует начало классицидного в Андалусии. Ему было поручено завершить два ранее запланированных проекта. Церковь монастыря Святого Иеронима, включая гробницу Гонсала Фернандеса де Кардова, и Кафедрального собора Гранады, который он превратил в два выдающихся здания в стиле Ренессанса в Испании. Среди других его наиболее заметных проектов – Святая Часовня Спасителя Мира в Убеде, задуманная как место захоронения семьяков. Помимо Кафедрального собора Гранады, Бесилай был главным архитектором соборов Альмерии, Малагии и Гуадикса в Испании, соборов Бадалахары в Мексике и соборов Лимы и Куска в Перу. Был скульптором известной гробницы в испанской стране Басков, в мавзолее епископа Родриго Меркадо де Суасово. Умер в Гранаде в 1563 году. Ну вот так вкратце о испанском архитекторе эпохи Возрождения скульпторе, родоначальнике Гранадской школы скульптуры Диего Силуэя. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры подогнал «Симон»!